Более 47 тысяч жалоб. Такое количество обращений от жителей региона в общей сложности поступило в минувшем году в прокуратуру Владимирской области. Из насущных недовольство уборкой города, жаловаться на снежные завалы люди стали чаще. А ведь Владимир в этом году получил более 20 единиц коммунальной техники, но она пришла на замену устаревшей. Коммунальщики получили от прокуратуры уже порядка 150 штрафов, но голова надзорного ведомства констатирует наказаниями глобальную ситуацию не исправить. Здесь надо что-то в корне менять и не просто мерами реагирования, а просто понять причину, почему так происходит. Это мы еще этому оценку будем давать. Аналогичная ситуация и с общественным транспортом. Новые автобусы и троллейбусы закупили, но пассажиры их по-прежнему слишком долго ждут на остановках. Основное нарушение, которое фиксируют сейчас прокуроры, это несоблюдение интервалов движения. Настораживает прокуроров и ситуация с перевозчиками во Владимире. За последнее время уже несколько компаний объявили об уходе. Положительных изменений в целом на рынке пассажирских перевозок во Владимире надзорное ведомство пока не видит. Мы в свою очередь просто на сегодня фиксируем, что опять в празднике провалили, опять с холодами эту работу провалили, опять недостаточная ситуация для того, чтобы сказать, что их работа была налажена правильно. Что со своей стороны будем делать? Опять будем садиться и проговаривать, как они в реальном виде видят себе дальнейшее развитие. Потому что оставлять жителей на холоде стоять там по значительному периоду и невозможно сесть в автобусы, ну это абсолютно недопустимо. Еще одна проблема с дольщиками по-прежнему остается актуальной для региона. Но, по мнению прокурора, она постепенно решается. Например, с дольщиками ЖК Дуброва парк. К прокуратуре совместно с областными властями удалось добиться банкротства застройщика Игоря Другова. И сейчас в правительстве приняли решение о достройке 17-этажного дома в этом комплексе за счет средств из региональной казны. Уголовное же дело в отношении Другова остается пока на стадии расследования. Вот, чтобы вы понимали, что такое дело по Другову. 1600 человек надо допросить. Вот дольщики, они же не живут все в Владимире. Кто-то в других городах, кто-то вообще непонятно где. А допросить их надо, потому что их не допросишь, не полнота следствия. Экспертизы надо провести. То есть громадный объем работы. Там сколько томов этого уголовного дела, я уже не знаю. Поэтому полномерно его дорасследуем и будем передавать в суд. Тут каких-то у нас настроений на прекращение дела нет. Настроение на прекращение могло быть только одним, если бы он эти дома достроил. И проблемы со строительством есть не только у участников. Прокурор региона обращает внимание на большое количество нарушений исполнения государственных и муниципальных контрактов. По области немало объектов, сроки которых то и дело переносят. Например, у прокуроров сейчас возникли вопросы по реконструкции Владимирского театра драмы. Его восстанавливают уже почти 4 года. Как вы понимаете, вот эта санкционная политика не позволила закупить то оборудование, которое хотелось. Из-за этого как бы сроки отодвигаются из того, что проблемы со исполнителями. Мы запланировали выйти туда с проверкой. То есть за это время вы еще не раз встанете? Не выходили, да. Почему? Ну, потому что нам ссылались на то, что это объективные какие-то причины, которые, вот как вам говорят, носят такой правильный характер. Поймите нас, мы ищем оборудование, хорошее оборудование. Ссылались в основном на это. Проверку драмтеатра прокуратура области планирует провести в ближайшие месяцы. В центре внимания два момента. Соответствуют ли заявленные властями процент готовности действительности? И когда столь затянувшаяся реконструкция все-таки будет завершена?